Добрый вечер! Ирина Альбертовна, насколько детально подошли в ВУЗе к программе торжеств? Вы знаете, в университете есть большой план мероприятий, проектов, акций, которые мы проводим уже в течение всего учебного года, начиная с сентября месяца. Это работа с волонтерами, это работа с ветеранами нашими уважаемыми, дорогими. Это работа с воспитанниками нашего садика «Зоренька». И, конечно же, это для наших сотрудников ряд мероприятий, которые мы проводили. Я хочу сказать, что на фронта Великой Отечественной войны ушло из университета, из всех образовательных учреждений, которые сейчас ходят в федеральный университет, более 300 человек. Две трети не вернулись. И одна треть ветеранов – это порядка 100 человек, участников Великой Отечественной войны, также труженики тыла, с которыми мы осуществляли работу. Но, к сожалению, время бежит, и поэтому на сегодняшний момент у нас всего осталось 38 ветеранов, с которыми мы работаем. Из них – это 8 ветеранов Великой Отечественной войны и 11 ветеранов – это труженики тыла. Правильно ли я понял, что праздник праздником, а вот ветераны, сотрудники САФУ, кто участвовал, кто работал в тылу, они не забыли? Конечно, в течение всего года мы с ребятами осуществляли различные акции, различные проекции, проекты, различные мероприятия именно для ветеранов и во имя ветеранов. Виталий, насколько студенчество было задействовано в этих акциях? Могу сказать, что ветераны, безусловно, были не забыты, и со времени основания САФУ штаб студенческих отрядов выбрал одно из основных таких направлений работы – это как раз помощь ветеранам. Поэтому периодически ходим и ремонты делаем, и так пообщаться, продуктов принести. Был даже такой случай, что просто пригласили к ветерану почитать ему книжку. То есть вы делаете ремонты своими силами? Да, ремонт делаем своими силами, ребята умеют, ребята уже обучены и в рамках студенческих отрядов, и сами по себе дома когда-то чем-то занимались. Единственное, что финансирование, да, тут либо университет нам помогает, либо ветераны сами выделяют деньги на материалы. И мы уже производим только сами работу. Ну вот очень замечательно, и что еще делается в УЗИ? Также в УЗИ началась уже подготовка к 70-летию Победы, и началась она давно. В марте уже был отправлен поисковый отряд «Вихрь» в Ленинградскую область, под город Любань, там они ведут сейчас раскопки. Вот, надеемся, что привезут нам что-нибудь интересное, устроят выставку, покажут всем. Очень будет такое хорошее событие. А вот в поисковых отрядах студенты только старших курсов или первокурсникам это тоже интересно? Нет, это интересно абсолютно всем, да, и уже начиная с первого курса, начинают ребят брать в поисковые отряды. Девушка есть? Девушка, я даже скажу, что командир этого отряда. Замечательно. Лена Либертовна, вот 70-летие Победы — событие не рядовое. Вот вы уже сказали, что мероприятия начались еще с началом учебного года. А вот что непосредственно подготовил федеральный ВУЗ и к 9 мая? В чем ваш может быть эксклюзив? Вы знаете, что наши волонтеры также принимали участие в олимпийских и паралимпийских играх. Это волонтеры разного возраста, как студенты, большая часть преподавателей, сотрудники, так и люди серебряного возраста. И поэтому наши волонтеры имели право подать свои заявки для волонтерства в акции, всероссийской акции «Волонтер Победы. 70 лет Великой Победы». Поэтому ряд наших ребят принимает участие в этих проектах. И в том числе хочу сказать о том, что Ксения Бавыкина, это студентка третьего курса Института строительства и архитектуры, будет принимать участие как волонтер, отобранный на Красной площади в День Победы волонтером. То есть ей была самая такая великая честь? Да, она была отобрана. И поэтому она будет представлять наш университет на этом великом празднике в нашей столице, в Москве, 9 мая. Но говоря о проектах Сафу, не могу не отметить, что сегодня открылась экспозиция комнаты воинской славы. Вот давайте несколько слов об этом проекте. Для кого он предназначен? Как попасть в вашу комнату? Я хочу сказать о том, что сегодня действительно свершилось такое очень важное событие, которое мы ждали несколько месяцев. Готовились к нему, волновались, переживали, как это все сложится, как это будет. И поэтому в интеллектуальном центре библиотеки Сафу на Смоль-Набуяне 1, в аудитории 401, сегодня мы открыли комнату воинской славы. И что интересно, перед тем, как зайти в комнату, наши ветераны, которые сегодня пришли на мероприятие, сотрудники, студенты, приглашенные гости, депутаты, также гости из мэрии, из правительства Архангельской области, сначала увидели картины, это более 25 картин детей, наших воспитанников детского садика «Зоренька». И эта экспозиция называется «Победа глазами детей». Далее, после очень важного события, такое как перерезание ленточки, мы заходим в комнату воинской боевой славы и видим ряд экспозиций, которые нам были переданы также ветеранами нашими. Это личные вещи, это ордена, это медали на какое-то время на хранение для того, чтобы наши студенты и сотрудники увидели эту красоту и увидели этот героизм наших бывших студентов и наших бывших сотрудников того 41-45 года. И в том числе различные макеты, экспозиции, личные вещи, и в том числе в комнате воинской славы располагается большой экран. И вот в течение этого учебного года наши студенты приезжали к ветеранам домой и брали интервью. И поэтому вот эти фильмы наговорили наши ветераны, нарассказывали, что с ними происходило в те очень тяжелые сложные года. И поэтому также в это время, после открытия выставки, была демонстрация интервью наших ветеранов. Ну, хочу добавить, что у многих, я думаю, наших зрителей старшего поколения в глазах та фотография главного корпуса тогда Алти, когда попала бомба, да, когда его восстанавливали, насколько я помню, восстановили в 47-м году, а сегодня это главный корпус САФУ. Да, Саша, совершенно верно. И более того, в комнате воинской славы тот несчастный самолет фашистский, который разбомбил, то есть экспонат этого самолета, и в том числе два самолета, которые называются «Ночные ведьмы», которые подбили его, и это все в экспозиции. И как фашист-немец падал на своем парашюте. То есть и парашют также представлен. То есть это просто, когда заходишь в комнату воинской славы, без слез на глазах выйти невозможно, потому что это история, это трагедия, это трагедия всего нашего народа, ну и, конечно, все то, что связано с нашим родным краем и с нашими людьми. Как можно попасть в комнату воинской славы для всех ли желающих открыт фото? Комната воинской славы в свободном доступе, поэтому во время учебы, во время работы, во время рабочих дней, в том числе субботу, воскресенье, эта экспозиция будет открыта. Напоминаю, что это Смольный Буян-1, четвертый этаж, ветераны поднимались на лифте, все работает, все исправно, и аудитория 401-я. И Смольный Буян-1 — это библиотека Сафу. Совершенно верно. Виталий, несмотря на присутствие рядом проректора, хочу спросить, действительно ли ребята идут с желанием, с интересом участвовать в различных мероприятиях? Нет ли столь нелюбимой многими обязаловки? Ребята абсолютно добровольно идут. И хочу отметить, что очень многие ребята вступили уже в волонтерский корпус «70 лет победы», активно принимают участие, ежедневно ходят на репетиции к празднованию мероприятий. Также сейчас на той неделе у нас прошла в рамках недели бойца студенческих трендов уже стартовала акция «Георгиевская ленточка». И также при поддержке волонтерского корпуса уже начали раздачу «Георгиевских ленточек». И это все абсолютно на добавленной основе. Ну и главный вопрос. 9 мая, непосредственно в День Победы, где будут сотрудники, где будут студенты САФО участвовать, в каких мероприятиях? Во всех, безусловно, мероприятиях будем принимать участие, которое будет проходить на территории и области, и города Архангельска, Северодвинска, Новодвинска. Это и «Бессмертный полк», это и «Георгиевская ленточка», это и «Почетный караул», тогда, когда наши ребята, так же, как и другие обучающиеся образовательных учреждений области и города, будут принимать участие в «Почетном карауле» у «Вечного огня». То есть все акции, они как-то задействованы в том числе и с представителями САФО? Безусловно. 9-го — это ключевые мероприятия, в которых мы будем принимать участие. Но, тем не менее, 5-го, 6-го, 7-го числа — это будут большие масштабные мероприятия для студентов, для наших ветеранов, которые будут проводиться непосредственно в университете или около университета. А это непосредственно принимаем участие во всероссийской акции «Сирень Победы». Это будет 5-го мая. Далее, 6-го числа у нас будет инсталляция военного блиндажа в главном корпусе университета. Будет очень интересное масштабное мероприятие. И в это же время будет для студентов и для ветеранов, для сотрудников организована полевая кухня у главного корпуса. Но это наши традиционные мероприятия, которые мы проводили и в ПГУ, и в ЭГТУ, и в Лесотехническом колледже. Полевая кухня остается. И, конечно, для наших ветеранов, для ветеранов университета, ветеранов города, области, Ломоносовского, Октябрьского округа и так далее, будет такая акция, как концерт, фронтовой идет концерт. Это состоится мероприятие 6-го мая в 18.00 в главном корпусе университета в актовом зале. Я хочу сказать о том, что это будет торжественное, в том числе, закрытие областного культурно-патриотического мероприятия проекта акции. Поэтому, дорогие наши ветераны, уважаемые коллеги, студенты, жители города Архангельска, приглашаем на это мероприятие в наш университет. Спасибо большое, что пришли к нам на программу. Вас с большим и великим праздником нашей страны. С праздником. На этом программа подошла к концу. Всего доброго и до встречи в эфире.